Мы там обсуждали насчет системы скоринга по клиентам, по кандидатам. Как у вас там первые результаты? Мы выявили, пытались сделать матемические модели и проводили там исследование искусственного интеллекта. И все-таки пришли к поводу, что нейросеть в наши дни тоже очень хорошо развита. И сейчас попробуем с ними уже сделать какую-то интеграцию и дальнейшие расчеты производить, используя также IT-посуды. То есть вы считаете, что, грубо говоря, точность матданных уже человек не способен показать в сравнении с нейросетью? Да, когда речь идет о огромных массивах данных, все равно человек просто не способен их обрабатывать. Ну а сколько примерно вот эта грань, когда уже человек будет проигрывать? Не знаю, это сложно сказать. Наверное, это будет зависеть от количества показателей, которые мы будем сравнивать. И мы думаем, что нам придется сравнивать достаточно много показателей. И поэтому лучше, наверное, использовать искусственный интеллект, нежели анализ человеческий. То есть человеку уже получается, что все тут не нужно? Нет, но уже все равно компьютер уже должен что-то анализировать. Мы должны это заранее всего привести ему. Человек должен, наверное, просто обеспечить компьютеру качественную базу данных, которую он будет анализировать. И все, да? Получается так. И алгоритмы. А тогда получается, да, слушайте, очень странно. Очень плохие новости, на самом деле. Так, ну, понятно. Тогда я что думаю? Тогда вы тогда в IT-департамент сейчас пойдете, в IT-дочку, там все посмотрите. Давайте тогда задачу поменяем. То есть мы сейчас, я вижу, уже хорошую работу провели, все посмотрели. И уже тогда с искусственным интеллектом, что называется, надо все это проработать. Мне, с одной стороны, это расстраивает, с другой стороны, это правильно. Потому что искусственный интеллект, он уже нейросеть, она получается, и все-таки точность прогноза будет выше. Вообще, я изначально думал, что я загибридную модель. Что команда анализирует, ну, допустим, да, вот, какую-то базу закономерности человек. И потом искусственный интеллект на основании этого строит уже свою модель и улучшает ее. То есть я тут, как ни странно, загибрид какой-то, но вы считаете, что нет, да? Возможно, это можно сделать. Это, ну, раз у нас есть деньги, в эти еще, я не знаю, насколько это, возможно, наши формулы это не применить. Потому что, мне кажется, человеческий фактор вообще нельзя убирать из формулы. То есть он как-то должен там, я не знаю, степень его глубины вкрапления, мне сложно сказать. Нам сложно, человеческий фактор будет даже с ним все равно написать. Как ты формулу пишешь? Мы можем использовать человеческий анализ для отдельных метрик, то есть для того, чтобы анализировать отдельные какие-то факторы и метрики. А потом объединять это все с помощью искусственного интеллекта. Ну, вот я вот, может быть, за это. Но и потом надо сравнить. Допустим, чисто отдаете, ну, данные, смотрите модель и потом валидизацию делаем. И, допустим, вы смотрите хотя бы экспертное мнение, какие-то закономерности, модель какую-то строите, 3-4 крупных модели, допустим, а потом искусственный интеллект заходит. А вдруг вот это лучше будет? Ну, вот сейчас же не существует пока чистых, сейчас везде роль человека, просто чуть-чуть добавляется внутрь. Мне кажется, вот тут правильно было бы. Ну, по сути, нам самим нужно как-то убить функции, и это все-таки дело в том числе и искусственного интеллекта. Но все-таки вы считаете, что только искусственный интеллект? Нет. Нет, нет, нет. В функции это же конечный этап уже. А анализ данных может быть отчасти человеческим делом. Так, что-то это. Сложно это принимать с вами. Но надо, раз это так. Давайте так, наверное, говорим. Ну, если это реально будет, модель будет работать, то я думаю, что нам в будущем должно быть больше интеллекта с красными командами, искусственного интеллекта. Согласен. Продолжение следует.